Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать очень нужный и важный рецепт. Это рецепт инвертного сиропа. Я с ним делала вот такие вот замечательные тортики. Инвертный сироп абсолютно может заменить патоку, частично может заменить глюкозу. Я не буду вас серьезными всякими глупостями занимать голову. В общем скажу, что нужно смешать в воду сахар, лимонную кислоту и соду и у вас грубо говоря получится инвертный сироп. Рецепт вы видите у себя и на экране. Для начала воду, сахар и лимонную кислоту мы ставим на огонь и доводим до кипения. После того как оно у нас закипело, варим какое-то время, это может быть минут 15-20 под крышкой плотно закрытой, до температуры, сейчас покажу, это 108-113 градусов. Я так чуть-чуть передержала и у меня уже прям 113 градусов. Я бегом отставляю кастрюльку для того, чтобы не перегревался мой сироп и буду вводить в него соду. Нам нужно грубо говоря погасить лимонную кислоту, которая там есть внутри, для того, чтобы нам не придавалась никакая кислинка в продукте. Соду я слегка развела водичкой, обычной, самой простой водичкой, не важно кипяченой или нет и уже перемешиваю хорошо ее с сиропом. Начинает пениться и собственно после того, как перестанет пениться и остынет наш сироп, он у нас абсолютно готов. Сейчас покажу, как он у меня получился, пена может сойти как через час, так и через сутки. Если честно, у меня по-разному как-то бывает. Густота сиропа приблизительно вот такая, вот чуть жидче получается у меня, чем патока, но прекрасно подходит под мастику, если делать ее с маршмеллоу, как я вам показывала. Единственное, что белую мастику все же лучше патоку туда использовать. Для зеркальной глазури просто замечательно подходит этот инвертный сироп. Я надеюсь, вам приходится этот рецепт. Вот такая вот эта красота, еще раз хочу показать. Посмотрите, как она прекрасно ведет себя. Так что дерзайте, пробуйте, я думаю у вас все получится. И с наступающим вас Новым Годом! А кто не смотрел предыдущие мои видео и там где зеркальная глазурь, обязательно посмотрите, ссылочки вы сейчас видите на экране. До новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok